МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Анна. Я думаю, что зрители, которые следят за эфирами нашей программы, уже видели первую нашу запись. Мы говорили об эмоциональном интеллекте. Я напомню, что вы прилетели к нам из Сан-Франциско. Я думаю, что сегодня наша программа — это продолжение предыдущей темы. Мы расскажем уже о методиках, которые помогают человеку бороться с проблемами, которые сказываются напрямую на его жизни. И предлагаю начать, наверное, с того, что существует три фактора, наверное, будет правильно сказать, нервной системы человека. Вы выделяете, можете о них рассказать? Три, может быть, реакции. Реакции, реакции, да. Психологи и психиатры в Аммерике показали, что три реакции нервной системы существуют. Первое — это когда в таких ситуациях, когда-то что-то происходит, что-то, может быть, опасное, например, или какая-то травма, то будет замороженность, заторможенность, паралич. Вторая реакция будет, что нужно убегать. И третья — сражаться, как бы себя защищать, бороться. Даже, может быть, агрессию какую-то произойдет. И что я увидела, все эти три реакции происходят не только среди своих клиентов, не только, когда что-то такое происходит. Это может произойти даже, когда опасности нет. Когда что-то станет, как мы разговаривали, за кадром катализатором, да, может быть, геноэкспрессия произойдет, или что-то напомнит либо звук, либо что увидели, либо запах, либо чей-то голос похожий будет напоминать кого-то, что может все три реакции, или одна, или все три произойти. То есть на подсознательном уровне возникают такие реакции, да? Правильно понимаю? Вы знаете как? Потому что эти подсознательные программы там, которые и подсознание реагирует на все, на все буквально, в окружающей среде и на людей, то нервная система, в первую очередь, будет реагировать. И, например, что я заметила среди своих клиентов, например, сражаться, бороться. Это не только может быть, что нужно, как сказать, драться, чтобы защитить себя. Нет, может быть, даже словесно, как будете отвечать эмоционально на повышенных тонах или слова какие-то говорить. Даже вот так вот сражаться, эмоционально, словесно, вот таким способом. А, например, убегать не обязательно, что вы побежите, потому что что напомнит, например, мы здесь с вами сидим, но здесь, конечно, звуков нет посторонних. А вот если, например, в офисе, и какой-то звук будет, например, хлопающий автобус, как вот клапан какой-то, да. А может быть, геноэкспрессия произойти, напомнит, может быть, войну ваших предков, правильно я говорю? Что генетически или от папы, или от мамы, может быть, одно, два, три, четыре, пять поколений. И тут же может произойти геноэкспрессия, реакция нервной системы, что будет ваш рептильный мозг, он подумает, что надо убегать, и будет задействовать тут же, это моя теория моторные центры, нога в руках. А более образованный мозг, он знает, я в офисе сижу. Я не могу. И будет, да, туда-сюда, и будет, как и называют, беспокойство физическое. Будет такое, что трудно сидеть на одном месте. Суетливость. Да, суетливость. А иногда вот я вижу, люди вот так вот делают ногой. И будет, потому что, по моей теории, моторные центры задействованы. И вот такая реакция. Либо вот, как я назвала, заторможенность, замороженность, что человек, у него, он не действует, например, что-то надо делать, он сидит на одном месте, как в ступоре каком-то, что не может себя заставить действовать. Даже ничего опасного нет. Даже думать порой не может себя заставить. Да, это и будет, заторможенность, и паралич, замороженность. То есть, правильно ли я понимаю, что, в принципе, любые проблемы внутренние человека, они имеют внешнее проявление? И вы можете их считывать. Вот да. Потому что даже вот кое-какие психологи, они показали, как осанка, что-то влияет на осанку. И я не знаю, я не нашла, кто бы лицо расписал, но вот, наверное, психологи, которые язык тела, они говорят, если человек правду, неправду говорит. Я на другой смотрю. Я делаю оценку по всему, по лицу, не только выражения. Я смотрю, мы поговорим про нервно-мышечные блоки. Это вот когда травма происходит, или в детстве, или генетически передается, то нервные, нюромаскулолоксы они называются. Они очень часто бывают в мышце, которые образуют дыхание, между ребер диафрагма. И также могут и в горле быть, и в лице, и в руках, и в ногах. И тогда я это увижу. И когда нервно-мышечные блоки в лице, они даже могут линии морщины более глубокие образовывать. И, например, если вокруг губ, то образуются глубокие морщины, а еще улыбка будет не аутентичная, как мы говорили слово. Аутентичная. Атентик. А, аутентик. Да. То есть будет какая-то скованная улыбка. А вот такой расслабленной, широкой улыбки не будет, потому что не позволит мышце это сделать. Куда будет более неестественная. Да, да, да. И также, например, если нервно-мышечный блок вокруг глаз, мышцы, то даже у некоторых светобоязнь будет и даже вызывать головные боли или мигрени. и тогда глаза будут не широкие, а постоянно как прищуренные, суженные. Как я сейчас щурю. Да, да, да. И также будет оказываться на осанку, потому что если нервно-мышечный блок будет, чтобы подсознание вас защищало, то, как и называют, и как, например, рак-отшельник или черепашка, людям нужно спрятаться внутрь. Это как, знаете, как зародыш развивается, он же вот такой согнутый, и это безопасная поза. И тогда у людей, когда осанка, например, вот такая, плечи вперед, как-то выгнуты, даже голова вперед, это они себя защищают подсознательно. И будут сказываться на голос также, потому что качество голоса, это формируется через голосовые связки, и в зависимости, сколько воздуха идёт, мышцы, которые участвуют в дыхании, насколько они сильно, и сколько воздуха заберётся, какой вдох, если нервно-мышечный локт, то не будет вздоха большого, будет поверзаться дыхание постоянно, а то люди будут задерживать дыхание часто. Я это увижу тоже всё, как дышат, либо только здесь будет шевелиться, либо здесь более глубокое, и тогда в зависимости, где нервно-мышечные блоки, я даже по телефону могу про человека многое сказать, какие примерно паттерны и программы, и убеждения, потому что либо в дыхательных мышцах будут блоки, либо в горле, либо оба, либо около губ, вот здесь вот, в челюсти, это всё, и либо какой-то будет что-то здесь, тогда будет в нос говорить. А бывает ещё стискиваешь зубы, у меня такое бывает, что не осознанно. вот здесь будет. Это также связано с какой-то получается проблемой, значит, внутри что-то есть, не то, что нужно разрешать. Это программы, которые, эти процессоредные программы, нервная система постоянно реагирует и постоянно создаёт, или часто, или постоянно, потому что можем пример привести. Давайте, Вот давайте на вас демонстрацию сделаем. И в этом случае подумайте, пожалуйста, о чём-то, о прошлом, пойдите в прошлое, в память, где настолько были и расслабленные, и радостные, и хорошее настроение такое было. И очутитесь в этой памяти, и переживите эту память. И когда сделаете, скажите мне, или кивните головой, кивните головой. Хорошо. А сейчас хоть что, расскажите хоть что. Я вспомнила самое, наверное, из последнего, что пришло на ум самые приятные моменты, тёплые, вспоминания, которые, так сказать, греют душу. Хорошо. А сейчас чуть-чуть, надо место поменять, чуть-чуть отклонитесь налево, чтобы не в одном месте. Налево. Да. Интересно, что место нужно, да, поменять? Да, а то будет та же самая память. Память тоже, да, какая-то? Ну, я чувствую даже, что у меня в лице происходят некие изменения, когда я вспоминаю какие-то, ну, такие тяжёлые моменты, скажем так. Ну да, и на голосе это отражается сразу, сдавливает. что я увидела, спазм особенно вокруг левого глаза, даже форма глаза поменялась, даже сейчас, да, он чуть-чуть как бы прищурился, и какой-то спазм пошёл здесь. Я увидела, что... Это я не чувствую, интересно. А, нет, люди не чувствуют. Я увидела тут же, что более глубокие складки здесь образовались, потому что вот здесь спазм даст на более глубокие складки. Также форма чуть губ изменилась. Вот это я чувствую. Спазм и здесь складки появились. И голос более приглушённый, и он более чуть-чуть темп поменялся, и он не такой глубокий, вот как первый. И, по-моему, даже вы стали говорить чуть-чуть быстрее, чуть-чуть быстрее. Да, да, скорость действительно увеличилась. То есть, а у некоторых, потому что программы эти постоянно, постоянно голос, например, им нужно говорить громко, они, может быть, выступать, а они не могут, им нужно кричать. Голос становится, тембр очень высокий, песклявый, потому что усилия... А вы знаете, что с такой проблемой сталкиваются танцоры часто. У них очень разработаны мышцы, тело работает очень сильно, мощно. Я не знала об этом. Да, я просто с моим наблюдением общалась много со специалистами именно в этой области, с танцорами, с профессиональными. И они говорят, что да, вот у нас тело развито, мышцы, да, такие накаченные, забитые, даже может быть, где-то. Но голос, ну, из-за того, что здесь все постоянно разработано, голос у них, как правило, тоненький, высокий, очень часто такое встречается. А вы знаете, у меня своя теория. Люди выбирают либо работу, либо вот что, танцевать даже для хобби, по какой-то хорошей причине им хочется себя выразить. У танцоров оно более кинестетическое, нужно чувство кинестетически выразить. Проявить себя именно в движении. Не обязательно, что не выразить через голос. А вот к слову, о вот этих ощущениях, да, три типа восприятия человеком мира существуют. Я знаю, что на этом фоне иногда у людей тоже возникают проблемы, когда у них не совпадают вот эти ощущения, считывание этой информации. Вы имеете в виду вот то, что видишь снаружи, да? Нет, я имею в виду, когда, например, муж, он воспринимает мир на ощупь лучше, а жена на слух, например. Помните, мы говорили за кадром с вами об этом, давайте, наверное, порассуждаем на эту тему. Это тоже интересная информация. Это как восприятие мира идет, это в нюролингвистическом программировании показано, что восприятие мира идет через такие модалити, я не знаю, как по-русски сказать, через основные модалити, как это назвать, я не знаю, как более, например, визуально, визуально, слуховая, кинестетическая, есть кинестетическое слово, и также альфа-ктори и гастетери. Гастетери – это вкус, альфа-ктори – это запах. И тогда у каких-то людей преобладает больше одна или две. И вот у меня такие случаи, мы в прошлой передаче говорили про отношения, были, что у меня пришла клиентка и сказала, вот, мой муж никогда любовь не может выразить, наверное, не так меня любит. И я спросила ее, а что бы вам нужно было ощутить, чтобы любовь вы почувствовали? И она сказала, мне нужно, чтобы в глаза глубоко смотрели, чтобы цветы дарили, ставили, чтобы я их видела. А он мне говорит, я люблю, люблю на словах. То есть у него более слуховое, как он, восприятие было, аудиторное, а у нее визуальное. И когда такое несовпадение, то люди не ощущают глубоко. Хотя оба друг друга любят. оба друг друга любят. А, например, кто-то не любит, чтобы его обнимали, а кому-то нужно за руку держать и обнимать. Так что, чтобы не было непонимания разногласия, вы спросите своего супруга или с кем отношения имеете, что бы произошло, чтобы вы поняли, что вы любимы. Как мне проявлять? Да, как проявлять? Это очень важно. Ольга, давайте сейчас сделаем небольшую паузу в нашем разговоре. Мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор с доктором Ольгой Степко. Я думаю, что стоит привести примеры, как они мешают человеку, какими бывают эти проявления и как они влияют на нашу жизнь. То есть, эти подсознательные программы, эти подсознательные программы, убеждения, внутренние конфликты. Я приведу, может, пару примеров. Например, у меня были клиенты, первый пример я приведу, я веду групповые сессии, делаю также семинары в Америке, отдельно для женщин, отдельно для мужчин. И я в будущем хочу здесь, чтобы на Лайн, через интернет, тоже людям помогать. Он онлайн? Да, онлайн. И что произошло, буквально быстро, после нескольких сессий, иногда даже три, немного, некоторые женщины, которые проходили в группу, они не узнали других женщин, а те не поменялись, те не изменили ни цвет волос, ни стрижку, и косметика такая же. Что поменялось, ушли нервно-мышечные блоки в лице, в осанке, то есть глаза даже другие стали, как более широкие, улыбка другая. Вот когда эти блоки, спазмы мышц уходят, то форма лица меняется, то есть как будто другой человек, как будто кто-то такую искусственную пластику сделал, которая такая хорошая, что не видно. И голос у них поменялся, и качество голоса, и как мелодии более в голосе появилось, и более сила голоса, более женщины многие женственные стали, потому что вот которые, эти вот блоки, это частая программа, что опасность какая-то на подсознании, что-то звук, или что видите, или человек, который что-то напоминает, и поэтому, чтобы защитить, они женственными не могут быть, более такая... Человек постоянно напряжён. Да, мужская, как энергия появляется, чтобы себя защитить, и они такие, в походке это выражается, и в манерах, и в голосе, то есть они более женственные стали, что интересно. Интересно, то есть настолько, что даже не узнавали их знакомые. Да, да, и второй пример я приведу, у меня некоторые клиенты, у них были проблемы с речью, заикания. Вот одна была у меня, клиентка на Санглии, у неё была, правильно я говорю, блеющая речь, как будто вот, как козлик, да, блеет. И что интересно, я и попросила, что по оценку сделать, запишите видео себя, говорите, и видео, когда читаете. Видео говорит, блеющая речь, видео читает, нормальная речь. Почему это происходит? Потому что подсознание, что низкая самооценка, низкая ценность, и другие проблемы, они причиняли какой-то интервальный спазм в голосовых связях, в горле, поэтому она блеющая речь. То есть это тоже страх, да, чувство страха, наверное? Ну, у неё внутри, наверное, беспокойся, что не то скажет, глупость скажет, люди засмеются и другое. И когда мы разрешили эти программы, речь нормальной стала. И заикание, что я думаю, заикание, это может страх причинить, но страх может быть катализм, что-то ещё, что до этого было. Когда в семье не слушают, кто-то доминирует постоянно, вот говорит за вас, и прямо в слово вставляет, сказать не даёт, то вот такая программа возникает, и вроде хочется сказать, высказаться, а потому что кто-то кричит, доминирует, или просто доминирует, что нужно смолчать, а то последствия отрицательные будут. И поэтому туда говорить, не говорить, и вот моторные все эти будут в мышцах задействоваться, и что повлияет, что возникнет заикание. И метафора заикания для меня, это повторение. Та-та-та-та-та. Это повторить всё нужно, чтобы услышали. Как зациклились на словах, да? Так как всё-таки побороться? Может быть, есть какие-то методы, которые вы сейчас подскажете, свои, да, когда человек сам сможет что-то сделать для себя, может быть, не знаю, что-то приобрести, но ему это поможет впоследствии вот избавиться от этих проблем, потому что их очень много бывает, действительно. А некоторые проблемы, например, есть спич-терапист, специальный терапевт для речи и перетренирует мышцы. Что я делаю совсем другое. Я найду, что именно, какие программы причиняют, какие мышцы задействуют, мы это задействуем, мы это разрешим, и навсегда это уйдёт. Но чтобы это сделать, это сам не сделаешь. И самому, что можно сделать, можно, может быть, методики глубокого расслабления делают, либо аудио какие-то есть, либо, как это называется, как это называется, йога-то одно, а медитация. Либо медитацию все делать, успокаивать и представлять, как мышцы расслабляются. Только это нужно повторять, тренировать. Действительно заниматься этим. Если это убрать, разрешить, никогда это не будет в жизни больше. И голос поменяется, всё, и качество, и тембр, и скорость. Ну, сейчас скорость голосом, например, та-та-та-та-та-та-та-та. Это опять-таки, что не давали слово вставить, нужно быстро высказать в какой-то маленький промежуток времени. То есть всё поменяется. И скорость, и тембр, и мелодия. Например, монотонный голос. Я очень часто слышу монотонный. Это у людей, часто у которых низкое IQ, эмоциональный интеллект. Это как голос инструмент чувств выражать, а чувств нету, и чувств не будет в голосе. И поэтому такой ровный. И много очень можно сказать. А вы говорили также, что, например, домашние животные могут помочь в чём-то. Да, я так верю, что если вы полюбите домашнее животное, кошечку, собачку, попугайчика, кто у вас есть, шимшилу, и прям будет глубокая связь с этим животным, даже разговаривать на эмоциональном уровне, то у вас повысится IQ, эмоциональный интеллект. И что, в свою очередь, поможет избавиться уже от тех проблем, которые имеются в человеке. Я так считаю, да. Очень-очень важно это. Я хочу напомнить, что сейчас наши телезрители могут увидеть на экране ссылку на аудиофайл, который совершенно бесплатно может помочь им как раз-таки разрешить те проблемы, о которых мы сегодня и в прошлой программе говорили. Это ваша личная методика, насколько я знаю, правильно я понимаю? Да, это аудио методика глубокого расслабления. Всего где-то 15 минут, и когда вы будете слушать, даже после первого раза некоторые будут испытывать глубокое расслабление, что на всё отразится. А когда регулярно, то может много поменяться. Как часто нужно её слушать, повторять? А это как хотите, можете каждый день, можете через несколько дней, но, например, когда стресс, лучше тут её слушать. Можно на ночь, можно утром, по-другому будете себя чувствовать. Доктор Ольга, я хочу вас поблагодарить за то, что вы находите время и приходите к нам на программы, как только у вас появляется такая возможность. И хочу вас поблагодарить и в свою очередь сказать, что даже разговор с вами, он уже способствует какому-то успокоению, и это очень приятно всегда. Спасибо вам за информацию, которую вы предоставляете. А я вам хочу добавить, почему разговор сразу как-то успокаивает, даже не разговор, а когда, например, оценку я делала для людей всего, даже у меня была одна клиентка, я удивилась сама. Одну сессию сделали оценка всего, и она мне звонит, говорит, у меня жизнь поменялась, потому что это приводишь к осознанию, что в тебе, что происходит, а осознание – это первая ступень к разрешению. Спасибо вам большое, спасибо за вашу работу, за то, что вы делаете, и мы всегда будем рады видеть вас у нас в студии. Спасибо. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова